Перто-де-Ла-Крус, старейший курорт Тенерифы в северной части острова. Здесь проживает большая часть коренного населения острова. Всего в городе два пляжа, оба с черным вулканическим песком, и о них я расскажу немного позже. Сам городок очень красивый. Это набережные, таверны, сувенирные магазинчики и уличные музыканты. Из достопримечательностей в городе есть красивый ботанический сад и знаменитый Лора-парк. Кафе-бар Орхидея. Настоящие кактусы, и это магнитик, представляете? И вот мне интересно, как его потом пересаживать надо? Он же погибнет, если его не пересадить. Хочу Алисе привезти, и он получается в корковой пробке от вина. Но это только пересадить его надо куда-то, в горшочек дома. Просто красота, да? Как водопадики, смотри! Специально оставила здесь шум волн, они просто огромные. Можно смотреть бесконечно. Вся скала в красных крабах. Она ими просто усеяна. Очень часто тут висит красный кулак, и это означает, что нельзя купаться, и что идет штор. Вот сейчас, кстати, он тоже есть. Смотрите, крабы повсюду просто. У нас бы их давно уже всех собрали, а тут никто этого не делает. Океан бушует сегодня. Набережная. Здесь всегда очень многолюдно. Все выходят, прогуливаются. Очень много кафешек различных, ресторанчиков. И очень-очень потрясающий и красивый вид на океан. Кукла Вуду Гарри Поттер. В чем смысл? Мы еще не были в той стороне города, и сейчас мы пойдем туда по набережной. И, может быть, зайдем где-то покушаем и подождем, пока немного разведеется, чтобы пойти поплавать в этих бассейнах. А вон там, вдали, где пальмы, это бассейн Мартианес. Я не очень люблю материковую Испанию, Барселону и все эти города. Больше равнодушна к ним. Но здесь, на Тенерифе и вообще на Канарских островах мне очень нравились. И, наверное, я бы здесь даже жила. Ну, не навсегда жить я хочу только в Одессе, но полгода прожила бы точно. Я хочу сейчас Алисе какой-то купить подарочек, потому что я лично им ничего не привожу. Здесь скамеечки везде, тоже продолжение набережной. И вот такая вот одинарная лавочка. Я еще такого не видела тоже. Здесь такой небольшой пляжик пенсионерский. Бабушки, дедушки и все купаются. Только что вылезли из воды. Хотя это как бы портовая зона такая немного. Тая у нас любит вот такие магазинчики. Ну, это как танцующий кактус, да? Не хочешь Лизе Брюси? Не хочешь Лизе Брюси? Повторяет. Повторяет, да? Да. У Алисы есть такой же фламинго. Лизе Брюси? Лизе Брюси? Лизе Брюси? Здесь косички тоже плетут африканские. Мы сегодня очень хотим попасть в эти бассейны Мартианес. Но погодка, конечно, пасмурная. И я смотрю, меня смущает одна вещь, что в воде нет ни одного человека. Ни в одном бассейне. И мы сейчас идем пообедаем, еще погуляем по городу, потом вернемся и посмотрим. Потому что по погоде где-то через часик уже будет солнце, солнце прям. Вы часто просите, чтобы я показывала цены. И я об этом забываю. Но вот сегодня я вам их покажу в разных ресторанчиках для сравнения. Ну, чтобы вы понимали, на двоих средний счет за обед у нас выходит примерно 30-35 евро. Так хотела сегодня кофе целый день. Забыла его с утра выпить столом. Мы сегодня с Таей по спагетти. У меня с куриной грудкой, у Таи с рыбой. Сыр. Я вообще редко ем пасту, но сегодня Тая меня на это подбила. А я очень сильно люблю пасту, и чаще всего я именно ее заказываю в ресторанах. Попробуй пасту вкусная у тебя, такая как вчера была? Ну, вчера ели тоже такую же пасту, но в другом ресторане. Цена, кстати, одинаковая абсолютно. Нет, один евро разница там будет. Да, по-моему, такая же и была. Нет, нет, один еврей. Сейчас мы сидим напротив этих бассейнов и решаем. Куда идти сейчас или послезавтра вместе с вауэропарком это все совместить? Ну, если честно, я сейчас не хочу идти, потому что вот выглядит так, что очень тепло и солнышко. Но на самом деле дует ветерок, и вот я бы не сказала, что прям очень жарко. И в бассейнах никого нет вообще, кроме, ну, максимум двух человек. И это очень смущает, таких людей много, но никто не купается. Ну, солнце, правда, шикарно. Ничего не холодно, Тая ерунду говорит. А очень-очень классно. Ну, вот насчет купания, я не знаю, залезем мы в воду или нет. Реально смущает, что в воде ни одного человека пару мужчин там плавало в том бассейне. Красивая набережная, очень. Здесь вообще классно гулять. И вообще этот город мне очень нравится. Мы сейчас выйдем на один интересный, такой красивый, открытый океанический пляж. И там просто гигантские волны, которые разбиваются о скалы. И, если честно, там купаться очень-очень стрёмненько. И там есть школа сёрфинга. И там очень часто можно увидеть, как там снимаются. Я бы тоже очень хотела хоть раз туда пойти, да, мам? Я смотрела, как они учатся, как огромная-огромная волна их накрывает. И это так жутко. Поэтому я, наверное, не готова тебя отпустить. Пойду. Вот это пляж Мартианес. Видите, он такой не оборудованный. Можно прийти с подстилкой. Заход в океан очень тяжелый. Там камни. И почти всегда здесь красный флаг. В городе есть еще второй пляж. Он называется Жардин. И его я покажу вам в отдельном видео. Смотрите, какие огромные здесь волны. Реально, вот здесь почти всегда так. Ветерок. Здесь вот возле океана ветерок. И здесь очень-очень много людей собирается на набережной, чтобы послушать живую музыку и уличных музыкантов. Вот здесь Макдональдс. Ну, буквально в центре, наверное, набережной. И напротив него останавливаются вот такие паровозики, на которых можно доехать в Лора Парк. Я Алисе купила вот такую необычную ящерицу. Внутри песок. Она такая тяжеленькая. Наверное, килограмм точно. Оригинально, да? Нам городок очень понравился. Он какой-то такой аккуратненький, очень уютный, с этой красивой набережной. Обязательно побывайте, если будете на Тенерифе. 10-45 евро килограмм. Получается 20 евро 2 килограмма. Но они большие реально. Это мы на все оставшиеся дни возьмем. Давай возьмем, да? Давай соуску нальем. Давай. Винишко. Кстати, канарские вина тоже попробуйте. Конечно, у нас намного дороже дома. 20 евро. И здесь вес прям чувствуется. И льда нет особо много. И я думаю, что мы на несколько дней это удовольствие растянем. Это 2 килограмма. Да, потому что завтра в ресторан мы уже не идем. Будем ужинать дома. На нашей мини-кухне будем что-то готовить. И, кстати, вот я немного покажу, что мы купили. Взяли немного чипсов, которые я хотела. Золотая. Да. Взяли вот такой вот кокос. Правда, мы еще не решили, как мы будем его вообще открывать. Но это не важно. Взяли моцареллу. Вот такую вот. И что мы еще там взяли? А, и взяли креветкам вот такую небольшую баночку соли. И разные жвачки. И все это вышло на 38 евро. С учетом, что 20 евро креветки. А еще оливковое масло я домой всегда привожу. Да, оливковое масло, креветки и остальное. По мелкому так. Кто не смотрел наш прошлый выпуск про вулкан Тейда, обязательно посмотрите. Тейда не спит. И в ближайшие 20 лет всех нас ждет новое извержение. Если вдруг Тейда начнет извергаться, то сюда, наоборот, съедутся очень много туристов, чтобы это все увидеть. Народ в очереди утепляется. Только Таечка у нас. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok